Судьба Благовещенская также зависит от Бога. Даже смотришь на Владимировку, на эту деревню, они думали, мы будем строить планы, мы будем строить проекты, мы будем строить дома, мы будем жить. А спросили ли у Бога? Ладно, у Бога не спросили. Спросили бы у старцев, спросили бы у опытных архитекторов, можно ли дом строить во Владимировке? Можно ли устраивать дома, созидать дома в Уссифановке? Нет, нельзя. Нет, отвергаем намерения опытных людей, отвергаем намерения мудрых людей, отвергаем намерения тех, планы, проектов, тех, которые знают, что будет завтра, и что история всегда себе хранит цикличность, всегда все дублируется, как Екатеринский говорит, ничего нового нет под солнцем, все повторяется через какое-то время, только другая прическа, только другая одежда, только другой язык, только другая технология. Но все повторяется, вы здесь или нет? А тем более у нашего Господа. Поэтому не уходи от Бога! Не прекращай искать Его лицо! Человек мой дорогой, смелись перед Богом! Человек мой дорогой, смелись перед Его волей! Смелись перед Его планами! На земле сегодня религиозная ярмарка. Как это было в дне этого евангелиста Ионы. Помните? На корабле, когда он сел на корабль, фарсист. А что за фарсист? У него бизнес. Он решил заниматься бизнесом. И вдруг на корабле начинается что? Буря! Бедствие! И все молятся своим богам. Представь, началась ярмарка. Торговля. Представляешь, да? Буддисты призывают медитировать. Мусульмане вызывают Магомеда. Слышите, нет? Вы слышите? Колдуни там что-то делают. Идите, познайте мое колдовство, мою экстрасенсорику, мою биоэнергетику. У меня есть энергетика. Иди, я тебе все объясню. Все будущее, все завтра. Кто где похоронен, кто кого когда убили. Почему-то все только страшные истории они изучают. Кто кого убили, под каким деревом, возле какого озера похоронили, еще где-то. Ничего светлого. И все что-то ищут. Йоги еще что-то делают. А Иона спит. Те молятся, ничего не меняется. Пришли Иону, будили. Говорят, ты кто? Ты какому Богу должен молиться? Ты почему спишь? Ты почему не молишь? И она приходит. Сразу дает, это я, ребята. Все проблемы из-за меня. Не надо вам даже молиться. Вам не надо молиться. Ваши молитвы все равно не помогут. Успокойтесь. Просто меня возьмите за руки, за ноги и выбросьте за борт. И все успокоится. И все утихнет. Потому что я убегаю от воли Божьей. Я убегаю от его судьбы. Я убегаю от его намерения. Выкиньте меня. Они взяли, за руки, за ноги. Выкинули. Утихло. Кит проглотил. Иона оказалась в очреве кита. Буря не страшила Иону. Во время буря Иона спал. Но когда он попал в очреве кита, там уже он не мог уснуть. Там не мог спокойно лезть. Ребята, если вы попали в какую-то проблему, это не означает, что этим все закончится. Не надо спать дальше. Слышите? Потому что дальше может прийти еще более серьезная проблема. Можешь оказаться в очреве кита. Но там точно уж придется использовать все приемы. И молитвы, и жертвы, и поклонения, и прославления. И ты вспомнишь всю библейскую школу. Ты вспомнишь все проповеди. Ты вспомнишь все пророчества. Ты вспомнишь все служения. Ты вспомнишь все свои грехи. Ты начнешь каяться в очреве. Ты что не сделаешь? Чтобы Бог приказал киту, чтобы выбросил тебя кит на берег. Что не сделаешь? Зачем нам довести себя до такого состояния? Зачем? Народ Божий, пора нам образумиться. Пора нам видеть, что происходит вокруг. И тем более, все становится все больше и больше, страшнее и страшнее. И тайфуны, и цунами, и сегодня смерть в Китае, сегодня в Европе засуха. Сегодня что, где происходит? Боже мой, войны, землетрясения, болезни. Зачем нам эти проблемы? Давайте искать с Бога. Давайте искать с Бога. И не надо, знаете, Христа равнивать с какими-то другими богами наравне. Или с каким-то, тем более, с человеком. Это была историческая личность, великий лидер. Это грех. Знаете, смотрите, когда Господь Иисус взял с собою Якова и Иоанна и Петра на гору преображения, и там к нему пришли Моисей и Илья. Кто был Моисей? Моисей был законодателем. Кто был Моисей, который получал пути от Бога? Кто был Илья? Илья был пророком. Кто был Илья, который в огненной колеснице поднялся в небеса? Илья. А кто был Петр? Кто был Яков? Кто был Иоанн? Петр был первым мощный апостол, евангелист при День Пятидесятницы, когда покаялись три тысячи человек, пять тысяч. Кто такой Яков? Яков – это брат Иисуса Христа. Кто такой Иоанн, который написал последнюю книгу? И кто такой Моисей? Моисей, представляете? Такая компания. Такая конференция. Конференция во главе с Иисусом, во главе с Богом. Там была очень узкая компания. Иисус Христос, Моисей, Илья, Петр, Иоанн, Яков. Шесть человек. Все. Вот от них и зависела вся судьба всего человечества. От них. Как Ветхого Завета, так и Нового Завета, так и сегодня. Судьба всего человечества зависела. И когда Иисус был среди них и преобразовал Бог, преобразовал Бог Иисуса, и слава Божьей сошла. Иисус, там написано, вид его изменился. Лице его стало светлее. Моисей и Илья разговаривали с Иисусом. Иисус разговаривал с ними. Петр с Бадуна проснулся, он не выдержал давление. Он уснул. Уснули они? И Петр проснулся и говорит, давайте сделаем три кущи. И нам здесь хорошо одну кущу. Он собрался Моисею делать одну кущу. Или одну Иисусу. А мы здесь как-то вот пристроимся. И вдруг, когда Петр болтанул, когда Петр поставил Иисуса наравне с Моисеем, наравне с Ильей, Бог сказал технично, замолчи, Петр, сей Мой Сын Возлюбленный, Его слушайте. Послушай, кого ты слушаешь? Кому ты приходишь, чтобы узнать намерение о своей судьбе? Кому ты приходишь, чтобы узнать предназначение твоего жизненного? Кому ты приходишь, чтобы знать, какова у тебя судьба? Бог говорит Петру, Петр, не став никогда Иисуса Христа наравне с Моисеем, наравне с Ильей, наравне с другими пророками, с другими богами. Иисус Христос. Он не сказал, Иисус Христос и Будда, и Магомед. Он сказал, только Иисус Христос есть Сын Мой Возлюбленный. Его слушайте. Его слушайте. Его голосом. Идите за Его голосом. Идите за Его голосом. Идите за Его путями. Идите за Его. Повторяйте, дублируйте Его жизнь. Иисус знает. Иисус заплатил цену. Иисус прошел. Иисус прошел весь земной путь, который должен пройти человек. И показал дорогу, и открыл дорогу, и Он был при спотних местах, в аду. И только Он знает, на какой дороге, что тебя и меня ожидает. Он только знает, какие искушения, какие проблемы, какие препятствия. И только Он знает, как это все преодолеть. И только Он знает, как прорваться через бурю, как буря утихнет. И только Он знает, как болезнь остановится. Только Он знает, как кровотечение остановится. Только Он знает, как нищие проповедуют. Только Он знает, Только он знает, как проститутки превращаются в евангелисты. Только он знает, как рыбаки становятся апостолами. Только он знает, как он знает ловить рыбу там, где ты ловил всю ночь и ничего не словил. Только он знает намерение. Только он знает, что в недре земли, в недре озер, рек, он Господь, он Бог. И поэтому ищите моего лица. Послушайте, друзья, Библия говорит, что дьявол как вор. Мы живем в последнее время, а и дни лукавые. Поэтому, говорит, дорожите временем. Послушайте. Послушайте молодежь, послушайте братья и сестры, послушайте бабушки, дедушки, слушатели, левитые. На что вы тратите время? На что тратим время? Я вам скажу, тратьте время на то, от чего зависит ваша судьба. Тратьте время на то, от чего зависит завтра ваше будущее, и ваша надежда, ваша будущность. Вот на что надо тратить. Послушайте сюда внимательно. Убивая, просто транжиряешь ты временем, воруешь время, ты не убиваешь время, ты убиваешь себя. Ты не время пустую проводишь, ты не время без толку проводишь, ты свою жизнь пустую тратишь. Ты свою судьбу без толку. Твоя жизнь, которая ни к чему хорошему тебя не приведет. Твои намерения, твои планы, твои поиски в социальных сетях. Сколько часов ты тратишь в этих мобильниках, на этих разговорах, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, сколько можно. Не по делу, болтать. По-своему ты строишь свою жизнь, свой дом, свою архитектуру. Архитектуру вкладываешь свою. И к чему? Один день. Это коту под хвост. Один день. И это все уйдет, сгорит. Вкладывай. Послушайте, на что ты тратишь время? Я вот так смотрю, мне так жалко людей. Поэтому, когда мы бестильно тратим время, мы не убиваем время. Мы убиваем самого себя. Мы убиваем самого себя. Вы слышите? Нет? Мы самоубийцы. И потом мы еще удивляемся, почему у меня плохо. А на что ты тратил вчера свое время? Потому что на что ты тратил вчера свое время, сегодня ты этим и являешься. Во что ты вкладывал? Во что ты вкладывал вчера, сегодня ты имеешь в своей жизни. Кто-то понял, что судьба моя от Бога. Поэтому я буду вкладывать в Бога, потому что моя судьба от Него. Время буду вкладывать в Бога. Поиски. Поиски. Ты в поисках. Что ты ищешь в жизни? Что ты ищешь в этих социальных сетях? Что ты нашел по этой набережной? Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Что ты нашел? Я не могу понять, молодежь, на что вы тратили. Тратьте время на поиски Бога. Тратьте время на знания от Бога. Тратьте время на образование, духовное, образование, светское, ищите науку, ищите разные отрасли, обучайтесь, возрастайте, ищите Бога, ищите присутствие Божьей, ищите Его планы. Он только, я только, вы слышите? Божья никто. Поэтому говорит, всем сердцем ищите Меня, всем сердцем. Вы слышите, нет? Всем сердцем ищите Меня. Наши планы никогда не изменят Божьи планы. Никогда. Бог все равно будет реализоваться в Своей планы. Никто не помешает Богу. Никто. И поэтому, друзья, судьба никогда не меняется. Планы могут меняться, но судьба человека от Бога, она никогда не меняется, она неизменима. Вы здесь или нет? Почему ты недоволен? Почему ты не имеешь утешения, не имеешь мира внутри? Почему? Да потому что только исполняет только Его предназначение. Это единственный источник удовлетворения и самореализации. И самораскрытие. Бескораничное самораскрытие. И вот там ты будешь довольны. Ты вот бегать не туда-сюда. Что-то ищешь, непонятно, куда-то спешишь. Мне некогда. Библию читать. Мне некогда молиться. Мне некогда зайти в тайную комнату. Что, обязательно нужно наводнение, чтобы ты зашел в тайную комнату? Обязательно надо, чтобы пожар начался у соседа, чтобы ты взывал. Зачем? Но нельзя заблаговременно. Но что, нельзя заранее? Искать лица Божьего, чтобы он вел тебя своими путями, своими маршрутами. У Бога есть план и для личности. У Бога есть план и для семьи. У Бога есть судьба и для благовещенства, и для Амурской области, и для России. У Бога и все есть. Кто ищет Его? Евреям 11 глава 6 стиха написано, что «А без веры Богу годить невозможно. Надо бы, чтобы приходящий к Нему уверовал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Кто ищет Его, получит воздаяние. Кто ищет Его, говорит, «Я Его восстановлю», тот будет восстановлен. Твоя судьба разрушенная будет восстановлена. Твоя экономика разрушенная будет восстановлена. Я понимаю, одно дело наводнение. Занкотите это все. А потом с последствиями. Как восстановить область без Бога? Без Божьей веры? Без Божьей мудрости? Без Божьего усилия? Как восстановить эти разрушенные дороги, разрушенные деревни? Ладно там, как-то вот технику, асфальт, стены, кирпичи, вот эти все бревна, дома построили. А как разрушить страх в людях? Как разрушить неферие в людях? Как разрушить разочарование или восстановить, или исцелить, или утешить? Они же, они пережили горе. Они пережили трагедию. Как исцелить их души? Кто может исцелить их души? Кто может восстановить судьбу этих детей, матерей, женщин, отцов? Отцы, которые честно работали, трутились, и дом построили для своего ребенка, дали уют, отчаян, будущность, и надежду своему ребенку, и вдруг это все не стало? Кто может принести эту надежду? Кто может принести эту веру в Бога, в этих этим людям, и веру в правительство? Кто? Как? Чтобы народ снова доверял Богу, чтобы народ снова доверял правительству? Кто это может делать? Кто? Как это последствия? Это же серьезно. Это не дай Бог резкие холода, не дай Бог резкие холода, и все начнет морозить. Это вообще катастрофа. Без Бога, друзья, без Бога нам не жить и не выжить. Без Бога мы существуем, и мы каждый день издыхаем от грядущих бед. Как так? Вот сегодня одна беда придет, завтра еще другая придет, а еще строите страны. Бог мой, когда ты ищешь Бога, ты не ждешь этих бед, ты ждешь Его, Его руку, Его благословение, Его веру, Его защита, Его ограда, Его покровение. Ищите Бога, церковь, ищите Бога, народ Божий, братья и сестры, хватит пустую тратить, свое время, свою жизнь, свои дни, хватит. Это первое, в пустую, второе, не в том направлении, не то ищите. Кто-то ищет богатство, кто-то ищет деньги, кто-то ищет карьеру, кто-то ищет, ищите Бога, Бога ищите, это главное, это первично, ищите Его, Его Слово, ищите Его присутствие, ищите. И вот Исаия 55 глава, и Псалом 33, 33, Исаия 55 глава, 6 стих, и Псалом 33, 19, смотрите, написано, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Вы слышите, нет? Псалом 33, 19, это сильное предупреждение, то, что мы прочитали только что. Написано, «Близок Господь к сокрушенным сердцам, и смиренных духом спасет». И смиренных духом спасет, и близок Господь к сокрушенным. Исаия говорит, «Ищите Господа, когда можно найти Его, ищите лица Его, когда Он близок». Знаете, это место очень сильное, и для меня очень настороженное место, предупредительное место, что это означает, в жизни могут быть моменты, что ты моешь искать Бога, и не найдешь Его. Вот это страшно. Знаешь, ты думаешь, что ты Бога найдешь тогда, когда Он тебе нужен. Ты глубоко ошибаешься. Иногда, когда Бог тебе не нужен, ты не ищешь Его, а Он рядом. А иногда, когда Бог тебе нужен, ты ищешь Его, а Он далеко, не рядом. И ты не можешь найти, а потом ты удивляешься, почему Бог в день злой, в день бедствия, ты не помог мне. А потому что, говорит, я не на ярмарке. Не надо торговаться мною. Я не кукла. Я не колдун, чтобы призывать меня, когда вам хочется. По вашему благородному желанию соизволил человек прийти к Богу и сказать, Господи, прийти. это означает, Бог может быть настолько далеко, когда ты будешь нуждаться в Нем, что и не найдешь Его. И это страшно. Вот это страшно. Потому что судьба человека от Бога. и нам надо найти этого Бога, чтобы найти свою судьбу. Бог автор судьбы человека. И чтобы знать свою судьбу, надо знать автора. Автора, у которого Давид говорит, все дни мои записаны в книге жизни твоей, Господи, все дни. и у Бога нет сырых судей. У Бога нет проклятых судей. У Бога нет намения на зло, на поражение, на бесславие, на погибель. Он говорит, я устроил тебя, я образовал тебя для славы. Я даю вам будущее и надежду. И как важно, когда Бог близок, сегодня Бог близок к Амурской земле. Почему? А вам объясню простой пример. Когда ты все нормально в городе, ты идешь к человеку, который в магазине или там на улице, на площади, ты пропадаешь ему Евангелие, он отвергает Евангелие. Этот же человек попадает в реанимацию, в больницу, ты попадаешь к нему, он открыт. Почему? Кроток. Сокрушился. И в этот момент надо помочь, чтобы этот человек нашел Бога. Кто-то должен проповедовать Евангелие, потому что именно сокрушенным сердцем он близок. Кротким, кротким дает он спасение. Вот когда кроткое сердце, сегодня твое сердце, оно более-менее становится кротким не из-за Бога, не перед Словом Божьим, а из-за наводнения, но используй этот шанс, как пока он близок к тебе, найди его, взывай к нему, молись к нему, пусть он откроет тебя, тем более он обещает, вы найдете, если будете искать. Я буду найден инфами, если будете искать. Вы найдете, когда вы найдете Бога, вы найдете себя. А если вы не найдете Бога, вы потеряете себя навсегда, свою жизнь, свою судьбу, свое предназначение, свое будущее, свои надежды, все потеряете. И с чем мы останемся? Без Бога, Бог уберет руку, у тебя все внутрь рухнет, у тебя нет желания не жить, не работать, не дышать. Потому что нет этой веры, нет этой надежды, нет этого вдохновления, нет этой крепкой божественной руки. И Псалом 89, 12 написано. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Вы слышите? Как ты исчисляешь свой день? Как ты исчисляешь свои дни? Жизнь человека это пар, являющаяся на малое время. Вообще ничего. Жизнь человека, вы слышите? Люди, дорогие, надо мудростью относиться к своей жизни завтрашнему дню, потому что от сегодняшнего решения зависит, где ты окажешься завтра, в каком месте и с кем, где будешь, с чем будешь, или с разбитой коридой, или в царских дворцах, или будешь счастлив, или будешь несчастлив, или будешь благополучен, или будешь неуспешен. Сердце мудрое так научить исчислять дни свои, устраивать план своей недели, месяца, года, жизни, иметь мудрый подход, не расстранщирить минуты, секунды своей жизни, часы, дни, дни это время, минуты это время, час это время, а мы тратим с кем угодно, сколько угодно времени, и не задумывая, что мы могли бы оттуда тратить время на поиски Бога, на общение с Богом, неоприобретение Его мудрости, Его Слово, Его откровение, строится отношение с Ним, где крепче эти отношения с Богом, и когда Бог приходит, я вам скажу, что вот все эти новости, все эти катаклизмы, они ничуть не поколебали внутри мир, покой, веру тем более, никакой тревоги, это мир, который превыше всякого ума, и людям не понять, людям не понять, и это самое главное, когда бедственные дни, когда критические моменты, у тебя мир, у тебя покой, тогда ты легко можешь ориентироваться, когда ты можешь легко получить указания от Бога, но когда ты будешь в страхе, в панике, в суете, Бог не может достучаться до твоего сердца, и люди не могут достучаться до твоего сердца, потому что ты в истерии, тебя замкнуло, у тебя короткое замыкание, все, все, пропало, все, погибли, все, умрем, все, последний кусок, все, что будем делать, паника, страх, это страшное оружие дьявола, но когда ты, когда ты уверен, завтра, что мне, у тебя нет паники, потому что мой завтра все в руках Бога, Бог меня призвал, столько было пророчеств, столько пророки приехали, сколько слов было, столько откровений, что просто затопить все и все, что погубить нас нет, друзья, такого не может быть, Бог верен, верен обещавшие, верен всемогущие, верен сверхъестественные, верен Иисус Христос и Его гарант, гарант на будущее надежду не зависит от обстоятельств, в которых я сегодня нахожусь. и нахожусь. Спасибо.